И здравствуй, YouTube! С вами Зигзэхедж, и вы смотрите седьмую серию одиночного LS-плея на сборке сервера S-Welscom. Я включил запись именно из-за того, что я собираюсь идти убивать эндерменов, для чего мне нужны эндермены, я вам расскажу немножко позже. Но сейчас я вам все-таки хочу показать, прямо-таки на камере, как же улучшить мощность нашего с вами меча. Мы с вами не просто ходили в Незер пару эпизодов назад, поэтому все-таки думаю, что пришло время задействовать куда-нибудь наш кварц. Так, отлично, я сделал блоки и начал использовать обычный. Как мы видим, каждый модификатор кварца нам добавляет некоторое количество этого самого кварца. При всем при этом у нас увеличивается силу атаки. Сейчас она 3,5 сердца. Все еще 3,5, все еще 3,5, 3,5. Я думаю, нам нужно добить до конца, правда у меня нет 72 кварцев. 4 сердца, отлично. В итоге у нас получилось сколько? 4 сердца, 48 из 72. Я думаю, если мы добьем до 50, может быть у нас, может быть, нет, все еще 4 сердца. Ну ладно, значит тогда я заодно исхожу в Незер. Зачем мне нужны эндермены? Потому что я хочу добывать лаву из ада. Соответственно, чтобы его перегонять, мне нужен либо тессеракт, предмет из сармэкспеншена. Делается в этой версии немного более сложно. Нам требуется расплавленный электрум. А электрум получается почему-то из эндерперла. Видимо, опять какой-то косяк с жидкостями. На самом деле, конечно, эндериум нужен, а не электрум. Ну, не суть важна. Либо нам нужен, соответственно, эндертанк из модификации эндерстордж. Делается таким образом, нам нужны блейзы и опять же эндерперлы. С эндерперлами у меня все плохо, у меня есть один. Несмотря на все мои приключения. Лава нам нужна, во-первых, чтобы добывать энергию. Во-вторых, чтобы делать обсидиан. А в-третьих, чтобы сделать сортировочную систему. Но обо всем по порядку. Я ушел сначала в Незер, потом искать эндерменов. И вернусь. И тюб я не утерпел. Я очень хочу посмотреть, что же здесь внутри. Ой, сколько иридий. Так, ну вот иридий, это, пожалуй, неплохо. Отлично. Остальное мне, в принципе, вообще не нужно. Стоило столько времени. Эх, держать это в секрете. Ладно, я нашел всего одного эндермена, поэтому пошел я дальше. И ютуб, я снова с вами, и я блейз. Ха-ха, я нашел отличный способ выбирать блейзов. Достаточно убить одного, после этого вся их огневая мощь, собственно, на меня не действует. Мне нужно было несколько блейзродов. Ну, так уж получилось, что несколькими я, как обычно, не удовлетворился. Поэтому получилось 12. Хотя, насколько я помню, мне нужно было 8. Ну, там будет видно. Для начала нам нужно с вами построить один замечательный предмет под названием, все-таки, наверное, эндертанк. Да, собственно, эндерменов я тоже помучил. Нашел, ну, достаточно приличное количество, собственно, эндерперлов. Я сделал, на самом деле, хитро. Учитывая то, что у меня есть мини-мап, я зашел в радар, в мопс-дисплей, и здесь убрал всех, кроме эндерменов. После этого искать эндерменов на карте стало значительно проще. Единственное, все осложнялось немножко тем, что некоторые из них были под землей. Ну, это-то тоже мелочи. Ай, мне же нужна шерсть. Ха-ха-ха-ха-ха. Почему же я не постриг овец, когда у меня была такая возможность? О-ху-ху-нишки. На самом деле, я уже даже не помню, где у меня была шерсть. Конечно, хлопок-то я здесь собираюсь, и всякие пауки не будут топтать мои грядки. Но боюсь, что это не очень быстрый способ. И, кстати, есть у меня такое ощущение, что я вас немножко обманул. В том смысле, что нельзя бы он мирить, наш с вами хлопок. Есть ощущение, что его нельзя бы он мирить, когда он немножко вырос. А вот когда он полностью собран, собственно, давайте сейчас и проверим. Вдруг это делать можно. Если честно, мне бы очень хотелось. Я в Незереву нашел несколько слитков, как вы видите у меня на хот-баре. Ага, можно! А вот такие уже нельзя. Ну, в принципе, сколько я в итоге получил? Еще четыре. Не самый плохой лов. Учитывая, что мне нужно пока всего-напсего две шерсти. Мне этим вполне будет достаточно для того, чтобы начать. Учитывая, что я один на сервере. Мне, собственно, ни от кого скрываться не надо. Мне даже можно пока не менять дефолтные, так сказать, стандартные цвета на своем эндертанке. Так что... 18 нужно. У меня есть 17. Какая жаль. Может быть, у меня есть все-таки еще один. Кажется, где-то он был. У меня есть три. Отлично. Вторая шерсть готова. Так, мне нужен колдрон. Один я где-то находил, пока носился по миру и что-то искал. Кажется, кактус. Как он там делается-то? Угу. Штаны наоборот. Семь, кажется. Так, второй готов. Четыре обсидиана. Да. Благо, очень скоро у нас все-таки будет наважено производство обсидиана. Так, и два, собственно, эндерперла. Два, я сказал. Два эндертанка. Отлично. Как я уже говорил, что, наверное, красить мне их смысла нет. Хотя, учитывая, что это будет лава. И у меня, в принципе, есть немножко розовых цветочков. Ну, розовых, красных. Сделаем-ка мы оранжевую краску. И все-таки покрасим наш эндертанк. Будет у нас оранжевый. Четыре у меня есть. Скажем, мы можем покрасить его таким вот образом. Оранжевый, оранжевый, белый. Оранжевый, оранжевый, белый. Очень жалко, что их нельзя убирать при помощи ключа. Я уже к этому привык. Спасибо, Сором Экспеншн. Ты делаешь жизнь немножко лучше. Так, у нас есть эндертанки. Дальше нам нужен эндер... Сермик. Сермик. Как же это назывался-то? Это из Экстра Утилити, скажется. Эндерсормал. Я начал забывать, как называются предметы. Сермионик. Ладно, сейчас найду и вернусь. А я решил искать по слову памп и сразу же его нашел. Эндерсормик памп. Делается... Ой, это что такое? Раньше такого не надо было делать. Это мне нужно еще 8 обсидиана. Осталось ли у меня 8 обсидиана? Как раз 8 осталось. И еще 2 эндерперла. Ужасы какие. Надеюсь, что там... Айф эндер. И блейс паудер. Ладно, с этим мы, я думаю, справимся. Еще один глазик. Точнее, пока еще не глазик. Пока еще жемчужинка. Так, глазик готов. Ужас какой. Айрон пикекс. Надеюсь, что любая подойдет. У меня кажется, где-то здесь завалялась. Нет, не завалялась. Ладно, сделаем еще одну. И два ведра. Ведро с водой у меня есть. Нужно еще ведро с лавой сделать. И откуда-нибудь ее добыть. Ну ладно, за лавой сходить небольшая проблема. Ведро с водой есть. Алмаз и железная кирка. Алмаз и железная кирка. Ну и, собственно, этот замечательный обсидиан. А, нет, мне же нужен один. Ура, у меня еще осталось немножко обсидиана, потому что вот точно уверен, что где-нибудь он сейчас еще обязательно понадобится. Ладно, я пойду спущусь за лавой и вернусь. Итак, у меня есть лава. Главное теперь ее случайно не вылить. Я так уже однажды, к сожалению, сделал. Так, что-то опять не хватает. Все ли есть? Алмаз есть? Эта фигня есть. Ладно, сделаем ручками. Невелика потеря. Эндерсермик памп. О, и ведра вернулись назад, что тоже неплохо. Этот замечательный насос нам позволит не только эффективно качать лаву, но еще и заменять эту лаву на камень. И более того, он же сам будет использоваться в качестве чанк-лодера. Я, кстати, перенес таки свой мир на сервер, потому что при очередной загрузке я понял то, что с кальмарами опять что-то не то творится, и мой ноутбук просто не в состоянии все это дело быстро прогрузить. Видимо, в этом была вся проблема. Ну, неважно. Мне еще нужны Redstone двигатели из Buildcraft. Потому что все-таки это насос, и он требует энергии. Redstone engine проще. Биогаз. Где Redstone-то? Redstone engine. Да, тут все просто. Дим, что мне нужно 4 поршня. Да, я буду делать 4 двигателя. Все как обычно. Я, кстати, где-то в Незере свистнул сундук, хотел в него скинуть еду, потому что понял, что всю свою еду взял с собой. Потом забыл, и теперь вот он у меня с собой валяется. Ну, ладно, пусть валяется. Так, 4. 3, 4, 12. 16 cobblestone. Ну, стек пусть будет. Так, что там у нас еще-то нужно было? Железо 4 штуки есть. 4 Redstone. 4. Будьте любезны, 4 поршня. Дальше 4 стекла нам нужно. Куча шестеренок. 8 шестеренок. Кстати, можно ли из этого делать шестеренки? А то мне бы хватило на парочку. Можно. Ура. Наконец-то я избавился от этих несчастных, странных палочек, с которыми ничего делать нельзя. Так, и еще 2 шестеренки. И еще 2. И еще 2. Итого 8. Так, дальше нам еще нужны доски. Зачем же я все это дело переработал? Доски нам нужны еще 12 штук. И 4 двигателя. Готово. Замечательно. Теперь нам еще нужно 2 рычага. И немножко кабла у нас с вами еще осталось. Да, собственно, я затащил свой меч до 144 кварца. И у меня теперь 5,5 сердец атака. Что я считаю весьма неплохо. И таскаю с собой запасную броню на всякий случай. Так, теперь пойдемте в Незер. И давайте там попробуем найти место. Собственно, перед тем, как это делать, я сюда выкину один свой эндертанк. Остальное, в принципе, мне не так страшно потерять. Ну, разве что еще, пожалуй, блейзероды. И вот эту штуковину. Остальное мне в любом случае понадобится. Ну, и золото, да. Без золота сейчас никуда. Без золота сейчас тяжко. Так, насколько я помню, у меня прямо при входе в Незер... Кстати, кабла мне нужно побольше, потому что там желательно будет построить нечто вроде бункера маленького. Еще, пожалуй, пару стеков возьмем. Даже вот так, наверное. Ну, у меня кабл заканчивается. Так, превратимся в блейза. Чтобы иметь возможность летать. И нас не... Как сказать... Не носил нам повреждения огонь. Чтобы у нас была защита от огня. Единственный минус в таких мобах то, что, собственно, передо мной вот этот вот дым. Я периодически из-за него нифига не вижу. Ну, ладно, это меньше зол, который мы можем с вами придумать. Я думаю, что почему бы где-нибудь вот не здесь расположить наш насос. Тут какие-то ягоды, кстати. Что за ягоды? Даскбери. Даже не знаю, что это такое. Ну, неважно. Так, я думаю, где-нибудь тогда... Мм, кобальт. Где-нибудь вот здесь можно поставить наш насос. Насколько я помню, его нужно ставить на один... Так. Началось. На один уровень с лавой, которую он будет качать. Как же все-таки просто стало с гастами обращаться. Да хотя я все умею летать. Может быть, а с этой стороны это сделать? Где эта мышенька? Так вот, от взрывов, к сожалению, нас не спасет наше обличие. Как бы не убили. Блин, горелый. Три сердца осталось. Ладно. Куда я там хотел его ставить? Вот сюда, допустим. Его можно ставить, насколько я помню, в любом отдалении от лавы. То есть даже, наверное, вот здесь. Тут давайте немножко... Все-таки лаву уберем. Ай, я же ничего не вижу. Зато я защищен от огня. Если я сейчас свалюсь в лаву, мне ничего не будет. Хотя лучше, конечно, не рисковать, не инвестировать. А то вдруг что-то где-то не отработает в морфе. И останусь я без своих ценностей. Так, а вот теперь можно из морфа выйти и, собственно, стать самим собой. Потому что буду я здесь ставить двигатели. Три и... Пожалуй, вот сюда поставлю четвертый. Так, вот здесь будет один рычаг. Он будет включать эти двигатели. А вот здесь будет второй рычаг. Он будет включать эти двигатели. Все двигатели работают. И теперь осталось сюда поставить наш эндертанк. По идее, если я все сделал правильно... А я надеюсь, что я все сделал правильно... Мы вскоре увидим в этом эндертанке лаву. Ну вот, собственно, мы ее уже и увидели. Откуда начал работать наш насос, если честно, я понятия не имею. Давайте сделаемся мышкой. Попробуем немножко полетать. Только очень-очень осторожно. Потому что, по идее, он должен заменять лаву... На, собственно, камень. Ничего похожего не вижу, но я думаю, что он сам разберется. Ну, ладно, будем считать, что лаву у нас есть. Вроде как, это действительно так. Теперь давайте вернемся на базу. Постараемся сделать так, чтобы нас не убило. Быстрее, 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 быстрее. А, Нитрокрипер! Это еще один страшнейший моб, которого только можно придумать. Это как крипер, только взрывается намного быстрее. Давай-давай, мир, прогружайся. Ай-яй-яй! Немножко глючим, но не страшно. Так, у нас, по идее, сейчас в нашем эндертанке должна появиться лава. Учитывая, что в Незере у нас все загружено. А у меня тут чанки не прогружаются. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай. И, как мы видим, да, все у нас работает, все у нас замечательно. Мне, на самом деле, пришлось сейчас перевести сервер на MCPC, потому что ванила FTB, ну, никак не хотел мне чистить ненужные чанки. Загруженные и скорабченные. Вариант, как их поправить, я пока не нашел. Потому что мне, если честно, охота записать хотя бы одну техническую серию. Я за прошлую серию очень много носился и строил. Не, охота, технология. Ну, не суть. Так, мне нужно сейчас сделать два... Опаньки-опаньки, сквозил, похоже. Мне сейчас нужно сделать два... Две канистры из Билдкрафта, потому что никакое другое хранилище для жидкости мне пока недоступно. Это баночки. Канистры делаются так. Так, у меня мало стекла. Но у меня вроде как было чистое стекло. Насколько я помню, его тоже можно использовать. Учитывая, что нам сейчас не особенно нужно, почему бы нет? Его нельзя использовать. Совсем-совсем ужас. Ладно. Тогда я еще немножко отвлекусь... Ой, не туда. ...на пережарку стекла. YouTube у нас дожарил стекло. Собственно, стекло стекла есть. Мне нужны еще ликвидакты. Я понял то, что мне не получится сделать то, что я хочу в текущих условиях. LED и два копера. Собственно, будем делать их все еще такими же. Много их нам все еще не нужно. Так что не будем тратить на это драгоценный Redstone и драгоценное время. Я немножко передвинул Acquius Accumulator. Потому что у нас будет еще один двигатель. Этот второй двигатель будет стоять вот там далеко. И здесь будет стоять еще один. Так, у нас по идее... А что это ты не работаешь-то? Эээ, у тебя что-то странное с выходами. Ладно, давай тебе скажем, что ты отовсюду... А, ты и так отовсюду можешь выплевывать. Открыть нужно, возможно? Нет, заработало. Ну, как интересно. Теперь можно, наведя ключом на Fluidact, посмотреть, что там внутри. Интересно, любопытно. Видимо, только-только обновилась такая штуковина. Так, вот здесь у нас будет стоять второй двигатель, который будет питаться на лаве. У него сзади будет подходить вода. А сверху к нему будет подходить лава. А стоять он у нас будет с вами где-нибудь... Ну, в смысле, не он стоять будет, а наш... Эндертанк, наверное, будет стоять где-нибудь вот здесь. Давайте его сюда поместим. Он уже полностью накушался лавы. Сладкой-сладкой лавы. Так, нам нужно сделать теперь еще двигатель. Называется он Magmatic Dynamo. Такая вот штука. Много инвара нужно. Прям совсем... О, и Сильвер. Сильвер у меня есть. Так, инвар. Ферроус и Айрон. Кажется. Собственно, давайте-ка все это дело спустим на инвар. Потому что в любом случае больше никуда этот ферроус девать. Нет возможности. А инвар бывает необходим в самый интересный момент. Так, две шестеренки из инвара. Четыре инвара вокруг железа. Есть такое дело. Так, две шестеренки есть. Что дальше? Три инваровских хреновинки. Такую штуку мы сделали. Нет, не сделали. Я только взял серебро. И три редстоуна. Вроде бы три. Так, штукенция. Еще один инвар. Готово. Магматик Дайнамо работает на лаве. Как геотермалка из Индустриал Крафт, если вам так привычнее это воспринимать. Поставим ее так. Нам нужна еще одна... Как это называется-то? Кондуит. Для энергии. Воспользуемся хорошим. Этстоновским. Присоединять мы его будем. Единственное, что... Не сюда. А, я же не могу... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не могу так сделать. Ай-яй-яй, как обидно. Так, тогда... Даже не знаю, может быть, его направить вниз. Извращение какое-то получается, если честно. Так, надо взять тогда еще кондуитов. И первый из них поместить вот сюда Не успел, ну ладно Так, и соответственно наш с вами Магматик будет смотреть Мордочкой вниз А вот он собственно и сам все правильно понял Так, у него пока нету лавы Кстати, на кой черт я к нему подвел воду Она же ему не нужна Тьфу ты, ё-моё Ему же не нужно охлаждение Ему же нужна только лава Значит вот это в принципе лишнее Можно было ничего не передвигать Ну ладно, ладно, ладно А что-то ты соединяешься Ты же не должен соединяться, потому что в тебе жидкость есть Гадость какая А если я поставлю тебя вот так И попробую рассоединить Аааа Ничего не получается Ужас Ладно, значит мы лаву поведем отсюда Кошмарный дизайн у меня получается Самый кошмарный по-моему из всех моих дизайнов Ладно, флуидакт пойдет значит отсюда Здесь у нас будет стоять Наш эндертанк С лавой Не здесь он будет стоять А, ты же не снимаешься так Вот здесь ты будешь стоять Мне нужно, чтобы у тебя выход был снизу И повернем тебе Ручечку Лава пошла в магматик Денамо Надо ему сказать, что у него нету никакого ростного сигнала Просто Будь убеден, вырабатывай энергию Делать ты этого почему-то не желаешь Возможно надо Сделать вот так Я опять не попал Эть Нет Все должно А, надо сказать, что наша ячейка может получать Так же энергию снизу Вот, так лучше Так все заработало На самом деле я это делал не для того Я это делал немножко для другого Собственно, где там мои белкрасовские Точнее пока еще стекло В итоге это будут белкрасовские Цистерны Надо сделать Три допустим Хотя ладно, сделаем четыре Я на самом деле хотел две под лаву Две под воду Но что-то лаву уже Подсоединил напрямую Что тоже не совсем правильно Ну да ладно Так, отсюда Как неудачно я тебя поставил Давай-ка ты Мордочку наверх передвинешь Не можешь? Хотя бы вот сюда Нет, никак Изначально же стоял-то правильно Я его потом случайно снес Получилась такая вот фигня Да, здесь должен быть выход Отсюда флуидакт У нас идет Куда он идет? Ну допустим Вот сюда Если я его поставлю Так, не то Второй раз не присоединишься? Ура Так, здесь у нас будет вода Здесь у нас будет лава И теперь нам осталось В принципе сделать только Ячейки из индастриал крафта Такие вот Потому что если мы посмотрим на рецепт Мы увидим то, что рано или поздно Мы можем сделать обсидиан Из двух водных ячеек И двух лавовых ячеек Единственное, что ячейки Конечно делаются Хуже, чем я думал Для них нужны специальные предметы Из индастриал крафта Ну да ничего Мы сейчас этим и с вами займемся И увидимся А, и YouTube мы продолжим Собственно, я подумал Хорошенько подумал И понял то, что я не хочу Заморачиваться с ячейками из индастриал крафта Потому что сейчас у меня нету Никакой инфраструктуры индастриал крафта Для того, чтобы это сделать Ну точнее, для того, чтобы это автоматизировать Поэтому я пойду по немного другому пути Я пойду по пути thermal expansion Есть же совершенно замечательная машина Которую я забыл Называется она Ignius Extruder Такая вот фиговина У нее нету рецептов в NA И, видимо, из-за этого я про нее и забыл Нам нужно ее сейчас сделать Сначала я ее сделаю А потом я вам расскажу, собственно Для чего я это хочу сделать Так, нам нужно два тина Опять тин заканчивается? Да, собственно, хорош А, нет, у меня есть много тина Даже нет, не с собой Так, четыре раз Это есть, это есть Чего там еще-то нужно было? Два стекла и поршень Поршень Где все мое? Дерево Поршень Редстоуна нет Да, что же я делаю? Поршень Машин Как он там бишь? Фрейм Два стекла Два тина Пневматик Серво Еще один Редстоун, пожалуйста Есть Чего нет? Два железа нет Так И Отлично Есть такая штука Она не требует энергии Поэтому мы его можем поставить В совершенно любое место Она требует только лаву И воду Может производить три вещи Может производить каплстоун Может производить гладкий камень И может производить то, что нам нужно То бишь обсидиан Так, мне нужно будет отсюда как-то Вывести трубы Как бы это сделать лучше Здесь у нас будет Хранилище лавы Все-таки небольшое И Все-таки воду я здесь поставил Совершенно не в кассу Ладно, вода у нас бесплатная Можем перенести Поставим ее Сюда Флуидактов у меня столько нет Сделаем еще Флуидактов Лед И что там еще нужно Это было Копер Лед Копер Флуидакты И вот сюда поставим Емкость для воды Теперь Из этих двух емкостей Нам нужно провести по одному Флуидакту В Игниус экструдер Ой Не то Так У тебя Дружочек Справа и слева Будет вход Сзади у тебя Ничего не будет Снизу у тебя Ничего не будет А сверху у тебя Будет выход Ну допустим Переключим его в режим Обсидиана И теперь нам нужно Еще два Пневматик Серву Два насоса Стекло Редстоун Железо И что то еще Два железа И два стекла Мои насосики И установим их В наши Флуидакты Если получится Сюда подлезть Как уже Ничего я сюда не устанавливал Ты чего Странно Ладно А вода не течет А я понял Я случайно дважды кликнул И А ты почему заработаешь А у меня Видимо уже был В этом Флуидакте Установлен Пневматик Сверва У нас начал Производиться Обсидиан Сверху я просто Тупо поставлю Сундук В котором у нас Будет скапливаться Обсидиан Ура У нас появился Ну не бесконечный Конечно Но достаточно Приличный источник Обсидиана Как тут у нас Наша батарейка Отлично Здесь пока Все функционирует Так Обсидиан Собственно Давайте Сразу отсюда Некоторое количество Возьмем И Поместим В нашу Дробилку Которую Предварительно Выключим Ну Точнее Выход ее Выключим Фух У нас теперь Есть Обсидиан Какое счастье А И YouTube Пока у нас Готовится Наш Обсидиан Кстати Я Выключил Наш Игниоз Экструдер Чтобы он Уже слишком Много Нам Обсидиана Не делал Я пойду Выкопаю Подвал Потому что Следующим Этапом Что я хочу Сделать Помимо Сортировочной Системы Я хочу Подготовиться К ферме Потому что У меня Закончился Уголь Как вы Помните И в принципе Мне надоело Руками Рубить Дерево Так что Я думаю Что я Сейчас сделаю Подвал Ой Крипер Здравствуй Здравствуй Какой у меня Хороший Меч И лопатки Нету И где Нибудь Заодно Размечу Место Под ферму Где нибудь Здесь Ферма У нас С вами Будет Из Модификации Майнфрактори В этот раз Пойдем Таким путем А подвал У нас Будет Естественно Под дому Ну ладно Сейчас Я туда Поставлю Филлер Все это Дело Запущу Дождусь Пока Оно Очистит Мне территорию И вернусь А Ютюб В прошлый раз У меня Так что попробую сейчас Режим Clear Батареечка С выходом Спереди Так и включено И Кондуит И вот Я слышу Филлер Кажется В этот раз У нас Все получилось Правильно Подвал У меня будет Соответственно По границам 11 Нет не 11 21 на 21 И 6 в высоту Пол у меня Также будет Двойной На всякий случай Мало ли Какие трубы Там проводить Вот собственно Я исключительно Ради этого Сейчас включил Запись И пойду дальше Ждать Пока Филлер Выполнит Свою Филлерскую Работу Итак Ютюб Собственно У нас получился Вот такой вот Подвальчик Я сейчас Сверху его Заделываю Камнями Но к сожалению Я посмотрел Увидел то Что у нас с вами Уже прошло 30 минут записи Так что Видимо продолжим В следующей серии Ну что Тем не менее Надеюсь что Вам понравилось Спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь И до новых встреч Счастливо